Это типичный новичок, он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша, он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты, Warface тебя ждет. Ну позажим, твоя стихия, Рокутаген. Моя стихия, Капитан Очевидность, это когда нагибает. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутаген, Капитан Очевидность, Warface и новый пулемет Корд. Пушка странная, пушка бесячая и бесить она будет вовсе не ваших противников, а вас, потому что вы будете получать полную жопу огурцов без всяческих шансов. Я думаю, ты излишне придираешься. Отнюдь, Капитан Очевидность, я не пытаюсь засрать новинку, друзья, ни в коем случае. Более того, я взял ее в руки с Надеждой. И это тот случай, когда Надежда умерла. Не последней, а первый. Пытаюсь гнуть противников на мясорубочках. С этим пулеметом я испытывал глубочайшую жопоболь. Распил по телу, казалось бы, должен быть Гаднателл, низкий ТТК. Однако на практике все выходит иначе. У пушки достаточно сильно даже с нужными модами качает прицел. Рандом, разлет имеется. Поэтому даже на средних дистанциях далеко не все то, что вы будете выпускать противника, и при условии, что он движется, будет в него попадать. Поэтому вы вроде как зажимаете по телу. Противник Манси, выводите прицел за ним. А он стреляет у вас, ну, допустим, из Кьюби-Зет. Я даже не говорю про СТК. Кьюби-Зет, которая по телу пилит, ну... Вы зажимаете по противнику, он Манси, двигается стрейфами. Вы хорошо прямо удерживаете прицел на нем, но все-таки огромное количество выстрелов летит куда-то в молоко. А вот противник распиливает вас. Ну, из той же Кьюби-Зет. Я даже не говорю про СТК. Да, Кьюби-Зет пилит по телу куда лучше, чем Корд. Да что там Кьюби-Зет? Вы чаще всего будете отлетать против Кедра, например. В общем, Сосо Павляшвили здесь показывает себя в максимальном цвете. Вот пушка Корд, она вообще не про какую-то соревновательную игру. Вы понимаете, больно, слишком больно. Пушка такое ощущение, как будто из года какого-нибудь 2017-го. Пилит просто отвратительно. Уверен, у тебя просто сборка говно. Нормальная у меня сборка, капитан очевидно. Да, друзья, вот такая сборочка, ну, это, можно сказать, такая вот народная, что ли, сборочка. Годнотеловская, всё, что тут есть, всё как бы нужно, всё классно, всё сказывается в плюс. В общем-то, при желании темп стрельбы можно заменить на скорость зума. Я так тоже пробовал. Скажу, по-моему, всё-таки темп стрельбы получше. Зум здесь не нужен особо. Почему? Потому что вы можете, как обычно, да, то есть нажимать правую и тут же левую кнопку мыши почти одновременно. И, как ни странно, бешеного разлёта не будет, потому что у Корда всё-таки есть один огромный плюс. Это кучность, точность стрельбы от бедра. Она здесь, сука, просто колоссальная. То есть на средних дистанциях можно бегать как контострайки, просто от бедра лупить. Вы вот в некоторых моментах здесь можете видеть. Это прокатывает. Причём прокатывает прекрасно. На ближней средних дистанциях инженера часто прицел, я по привычке просто включал, можно вообще его не включать. То есть кучность, что от бедра, что прицели практически одинаковая. Но! Это минорный плюс, друзья. Распил по телу, как я уже сказал, не кудышный на самом деле по сравнению с метовыми стволами. Да и вообще плюс-минус даже уже тир-2, тир-3 оружием Корд по телу, можно сказать, вообще не пилит. Это отстой. Если говорить про стрельбу в голову, то да, конечно же Корд ваншотит. Прекрасно ваншотит, но с таким-то уроном, извините меня, он ваншотит всё и вся. Но проблема-то попасть как раз с этим пулемётом. И это проблема существенная. Потому что если бы хотя бы был темп стрельбы, не знаю, там 600, уже говорить про какой-то геймплей по головам можно. А поскольку здесь он даже до 500, даже с модами не вырастает. О чём тут говорить? Ну это вообще бесполезная пушка. Практически она на ПВП никакого здравого применения не имеет. У вас огромный урон. Вот вроде всё хорошо. У вас огромный запас патронов, прекрасный ствол, точность от бедра. Но за счёт темпа стрельбы ни по телу она не пилит, а в голову, что называется, хрен попадёшь. А на ПВЕ? Ну, на ПВЕ, честно говоря, уже поинтересней. Да. Если говорить о ПВЕ, то Корт, ну, ну хорош, хорош. Он такой, знаете, крепенький среднячок, я бы сказал, от того, что можно максимум ожидать от ПВЕ оружия. Сказал как ртом, я знаю, но я думаю, некоторые как минимум меня поняли. Да. А, хотя порой я и сам не до конца понимаю всю глубину сказанного мной уже. Возможно, в будущем люди смогут проникнуть достаточно глубоко и понять. Чё тебя понимать? По тебе дурка уже давно плачет. Пёс голимый, блин. Так вот, на ПВЕ пушка годна. Я на спецоперации уровня сложно запускался. В соло прекрасно всё летит, вроде всё нормально, но есть одно большое, но даже и тут. Это большие дистанции. Если даже ты стреляешь в режиме прицеливания, хрен попадёшь. Из-за того, что вот это вот туда-сюда разбросик имеется у данного пулемёта, на больших дистанциях в голову боту попасть порой, ну, практически, не то, что невозможно, это рандом. Получится? Не получится. Хрен его знает. Поэтому, я бы сказал так, ну, типа, да, в нынешних реалиях, когда не так много, действительно, ходовых пушек на ПВЕ, корт, наверное, хорош. Хотя, наверное, и не лучший вариант, но такой, достойный, тем более 160 патронов, это, конечно, бонус. Однако, каждый ПВЕшник, особенно тот, который играет уже много лет, играл, там, практически за рождение Варфейса, знает, что идеалом является какая-нибудь пушка, которая имеет хороший проклик. То есть, по одному выстрелу можно стрелять, всё лечит точно, можно быстро кликать, там, или хотя бы просто в зажиме имеется реально хорошая точность, а не бешеный раздрос в разные стороны. Вот при таких раскладах, если бы было так, если бы хотя бы корт мог точку, что называется, долбить зажимом или по одной пульке стрелять, ну, или разлёт был минимальным, я бы сказал, что это очень годный, можно сказать, на сегодняшний день, the best gun для ПВЕ. Однако, на практике выходит, что корт хорош на ближних и на средних. На дальних он тупо слаб, он не может за счёт своего разлёта показывать максимальную эффективность на ПВЕ. Выбивать ли заядлым ПВЕшником корт, не знаю, честно говоря. По мне, идеальное ПВЕ оружие, это у которого много патронов, но при этом есть либо проклик, опять же, либо можно короткими очередями, либо зажимом достаточно хорошо, плотно, кучно бить на дальних дистанциях. Вот это реально хорошая пушка. И мне кажется, корт всё-таки на эту роль полноценно, к сожалению, не тянет. Как говорится, для коллекции. Ну, возможно, да. Это фирменная фраза, да, для коллекции. Ну да, наверное, для коллекции. В общем-то, можно побегать ПВЕшки. Вы знаете, какие-то мясные ПВЕшки, типа затмения вот такого, где прямо будут скопления ботов на каких-то ближних, средних дистанциях, в большом количестве, там, на чёрной акуле, кстати. Да, вот тут корт реально хорош. На ПВП корт прямо вообще аутсайдер. Вообще никак вам не рекомендую. Я понимаю, что наверняка есть люди, у которых бешеный АИМ, прямо великолепный геймсенс. Вы чувствуете себя на Грандмастере, как на Алмазе. Вы молодцы, вы крутые. Даже вам с ним будет больно, поверьте. Да. Да, где-то в каких-то комнатах вы будете себя прекрасно показывать. Я тоже с ним пару раз первое место на мясе взял. Но, но, как только ты попадаешь в комнату с более-менее сильными игроками, ты скатываешься место, там, на седьмое, восьмое часто. Ну, как минимум на пятое. А бывает и хуже. В общем, это жопа боль сплошная. Это, друзья, нифига, ни кедр, ни стыка, тем более, ни кьюбизет, ни что-то, ни макпул, сука. Это просто хлам. Вот, ну, извините, говорю как есть. Для коллекции, возможно, ствол красивый, ствол большой. Но печаль не очень-то нагибной. Ясно. Как я понял, крутить ты его не будешь. Вот, Кэп, ты чё вообще? Ты дуешь чё-то? Ты растаман или чё? В смысле, буду крутить, сука? Я его выбил. Я его прокачал. Я прокачал на него аж 4 мода. Потестил и высказал своё мнение. Крутить я его не буду. Представляешь, я уже его выкрутил. Вот. Крутить не буду. Ха-ха. Играть тоже. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Блин. Ладно, не, может, буду. Может быть, потом одну каточку для вас всё-таки какую-нибудь жопобольную. Но не обещаю. Ебану его нафиг. Вот. Что хотелось бы сказать разработчикам? Разработчики, я понимаю, что прикольно выпускать, ну, типа, не метовое оружие, не новые имбузы, которые надо обязательно башлять. Мы это всё понимаем. Это правильный вроде как подход. Но просьба к вам. Если вы делаете новую пушку, делайте всё-таки её с каким-то реальным, классным, практическим применением. То есть, если вы решили сделать ПВЕ-пулемёт, будьте добры, дайте ему вообще проклик, как было и времена там у АК-103 было. Ничего страшного не случится. Вот вообще ничего страшного не случится. Абсолютно. От этого Корт имбой не станет. Дайте ему очень высокую вот кучность, точность прицелей, чтобы можно было противников, ботов через всю карту там на снайперской дистанции просто сбривать. Дайте это. Но делать ни рыба, ни мясо, ни ПВП, ни ПВЕ, мне кажется, глубокого смысла нет. Ждём классных новинок от вас. Ждём потенциально очень нагибных стволов. Неважно где, на ПВЕ, на ПВП. Но что-то такое, чтобы мы взяли в руки и сказали, о, а вот это действительно вещь. ВЕЩЬ! НАГИБУ!